Дарья Асламова 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 Дарья Асламов Дарья Асламов Дарья Асламов Дарья Асламов Дарья Асламов еще в Россию тогда, что Ельцин дал убежище, а потом выкинул их. И вот старика Хоннекера таскали по судам уже в Новой Германии больного, и жена его попросила убежище в Чили, казалось бы, где Чили, то есть главный друг Советский Союз, даже не смог при объединении Германии выговорить такие простые вещи, как «не трогайте вы стариков». И только чудом ему удалось, когда уже доказали, что он старый человек, ему уже совсем плохо, его отпустили к жене в Чили. Где он, в общем-то, и скончался. А что ему в вину вменяли? Вменяли все в вину. Вменяли строй, вменяли в то, что... Да, строй. Вот к этому мы очень хорошо знаем, как мы пострадали, но мы не знаем, как пострадали сами ГДРовцы. Будем так и так называть. Мы пострадали в том, что, конечно, по самым скромным подсчетам, Коль планировал отдать 100 миллиардов марок за вывод наших поисков. Отдали, если не ошибаюсь, чуть больше пяти. Ну, потому что, ну, это идиотизм Горбачева, да, войска вывели в чистое поле, это общеизвестный факт. Да, побросали там всю инфраструктуру. Побросали все, что можно, это мы знаем, да. Да, да, да. Мы ничего не оговорили. Мы не оговорили простых фактов, значит, то, что там... Германия должна остаться нейтральной страной, не входить ни в какие структуры, ни в НАТО. Что должно остановиться? Все эти факты абсолютно у всех на слуху, мы это все знаем. И вот, значит, мы все кинули, когда даже вот наш представитель, там, Валентин Фаллин говорил о том, что Горбачеву знаменитая фраза, что мы можем то попросить, мы можем это попросить, можем денег попросить, мы можем вот это... миллион факторов. И Горбачев сказал знаменитую эту фразу, поиск уже ушел. Это при том, что еще не было никакого объединения, еще можно было торговаться. Более того, знаменательный факт. Против объединения двух Германий выступала Англия в лице Маргарет Тэтчер, выступала Франция в лице Метерана. А что, не нравилось им в этом процессе? Абсолютно не нравилось, потому что они как... США далеко, Джордж Буш планировал, естественно. Америка далеко, им очень хорошо создать мощную Германию. Ага. Снова. Ты если читала, может быть, книгу Ремарка «Тени в раю» очень хорошую? Да, да, да. Там есть замечательный диалог, когда беженец из Германии, немец, главный герой, спрашивает американцев, разговаривает об американцах, а что будет делать? Вот сейчас все понятно, победа, вот уже осталось там месяц до окончания войны. Он говорит, знаешь, мы эту страну поддержим, потому что нам снова будет нужна сильная Германия против России. Я очень хорошо помню эту фразу. Вот так и случилось. И как ни странно, инициатором выступили мы, как полные идиоты, инициатором объединения. Выступил Советский Союз, сдав всех, сдав бывших всех своих союзников ГДР, сдав там людей, которые мы воспитали, которые учились в наших университетах, вся элита, все было сдано нами просто вот не за копейку. Мы даже не обговорили их судьбы. И судьба их была... Нет, я не могу сказать, что она была ужасна, потому что они все-таки выжили, но она была трагична по своей сути, драматична всей ГДРовской элиты, которую мы просто даже не продали, мы даже денег за них не получили, понимаешь? Мы не стали обговаривать это. Когда подходили к Горбачеву и говорили, послушайте, но ведь как-то нужно будет их людей защитить, давайте как-то мы условия вхождения ГДР, ФРГ, давайте какой-то переходный период, давайте условия отсутствия претензий, давайте защиту старых элит. Горбачев сказал, вы знаете, это не наше дело, пусть немцы сами разбираются. Вот что происходило с ГДР? Процесс был ужасным, болезненным и абсолютно трагическим для большинства жителей ГДР. Вначале у них была эйфория, когда снесли стену, они верили, что начинается новое будущее. Но, заметьте, что немножко... Они мне очень многие рассказывали в Восточной Германии о том, немцы, что немножко напоминало нынешний Майдан, вернее, не так, недавний Майдан в Украине. То есть телевидение показывало 100 тысяч молодых людей, которые штурмуют стену. Да, мы это видели все, конечно, кадры обошли. Но не забывай, что в стране проживало 16 миллионов человек. Ну, как всегда. То есть в Украине гораздо больше, 45 миллионов. Картинка всегда показывается одна. Что можно сказать о настроениях в тот момент? Люди не отрицают, что была эйфория, что они боролись не за уничтожение ГДР, они боролись за свободу передвижения. И все лозунги, с которыми люди вышли на улицы, это было «Давайте сломаем стену, мы немцы», «Давайте мы сможем ездить друг к другу, мы родственники», «Давайте начнем новую жизнь». Но слова «объединение», они стояли на поездке, но не как разрушение ГДР. Никто не говорил «Давайте разрушим ГДР». Это даже не приходило в голову. Уже лозунг «Объединение мы – один народ, мы – единая нация» выдвинула ФРГ. И люди, конечно, не представляли себе ни последствий того, что произойдет, ни того, что их просто проглотит. Они считали, что как двое равных они соединятся в общую семью. И у них была совершенно иллюзия, как и у нас абсолютно, абсолютно наши проблемы. Они считали, что они войдут в прекрасное капиталистическое будущее, которое они видели по картинкам, и сохранят все привилегии социалистического ГДР. Это вот наш идиотизм, который у нас был такой же в голове. Это при том, что ГДР считалась, я тебе скажу, самой мощной экономикой стран социалистического блока, самая развитая экономика. Но немцы – это немцы, у них этого не отнимешь. Они трудолюбивые, они упорные, они работают не за страх, а за совесть. И поэтому ГДР была одной из самых процветающих стран. Это несмотря на то, что на самом деле ее очень гнобили. Ведь она же была, стена была построена не просто стеной. Это, считай, была стена между двумя блоками, а не просто между двумя Германиями. Кстати, очень важный факт, о котором очень люблю вспоминать Западная Германия, о том, что стену придумали не мы, а вообще Сталин на празднике в честь победы над Германией, на приеме, который был, да, поднимал тост за единую объединенную Германию. А дальше пошло, давайте мы сейчас поделим по кусочкам. Больше меня бесит, что какой-то кусочек достался Франции. Уж Франция там сильно постаралась, да. Надо четыре кусочка поделить. Ну, Сталин настоял, кстати, что достался кусочек Франции. И тут они сделали такой финтушами, то есть, когда поделили... Я все время удивлялась, почему мы, положившие столько сил, получили такой крохотный кусочек в виде ГДР. А оказывается, все по-честному поделили на четыре кусочка. Хотя Сталин очень возражал, он считал, что все должно это объединиться. А последствия остальные два кусочка были сданы все под влияние США. И образовалась некая трезония. Трезония три зоны. То есть французская, американская и английская зоны слились воедино. И получилась противовес маленькой ГДР, мощная ФРГ. Надо сказать, что ФРГ это была витриной, ради которой доказывали всему социалистическому блоку, посмотрите, что мы можем сделать. Поэтому огромные деньги были вбуханы в то, что американцами и вообще по плану маршала, чтобы доказать, что капиталистический строй гораздо более успешен, чем социалистический в той же ГДР. Во-первых, они сразу отказались почти от репараций. А у нас-то репарации были необходимы. У нас лежала разоренная страна. А ГДР платила до 1954 года репарации. Пока уже не начались какие-то бунты, и мы это дело прикрыли. И стали уже и помогать молодой, скажем так, молодой социалистической республике. ФРГ не платила практически репарации. Например, тот же скандал недавний с Грецией. То есть когда Германия фактически ограбила Грецию, мало того, что Греция была что-то не единственной страной, которая боролась с фашизмом наравне с Югославией, так еще из нее выкачали, последние уходя немцы, выкачали весь банк там с золотыми запасами и со всем. И американцы просто поградили пальцем, мы англичане, и сказали грекам, что вам ничего не достанется. Достаточно только Израилю, стране, которая не существовала на карте, когда, в общем-то, шла война. Только Израиль, если не ошибаюсь, выкачала вообще из Германии 60 миллиардов долларов репараций. То есть это что-то, это цифра немыслимая вообще представить. Но считалось, что это мы платим за убитых 6 миллионов в Холокосте. Но никто нам не платит за 27 миллионов убитых в СССР, в России и так далее. И поэтому сравнивать вообще экономики. Одна, которая была в три раза мощнее, плюс Западная Германия не была так разрушена. Была разрушена Берлин, была разрушена Дрезден. В общем, вот эта часть вся восточная была, но лежала в руинах. Ее надо было восстанавливать. А Западная Германия не пострадала так, даже при бомбардировках. И там не было такой катастрофической ситуации. Плюс она была в три раза мощнее. Плюс план Маршала. Плюс попытка доказать, если построить из этого витрину, посмотрите, как хорошо живет капитализм, а вы, дураки, остались социализмами. И даже при этом ГДР была успешной. Успешной республикой, которая производила массу товаров, которые очень котировались, кстати, у нас. Ты помнишь немецкие железные дороги детские? Ну, конечно. Нет, все немецкие товары, они для нас были товары высочайшего качества. Высочайшего качества, да. И самые желанные, наверное, потому что все немецкое, что попадало к нам именно из ГДР, это было действительно показатель... Это было показатель немецкого качества. Да, абсолютно, да. Вот. И они жили, в принципе... А немецкая обувь. А немецкая обувь тоже была. О, да. Это какие очереди выстраивали за немецкими сапогами? Да, я это очень хорошо помню, да. Вы слушаете запись программы. Что произошло дальше? Вот 3 октября ГДР перестал существовать. Мгновенно на территории ГДР были введены все законы ФРГ. В один момент перестали работать суды, государственные учреждения, все муниципальные институты. Ликвидированы были в один момент флот, армия, полиция, спецслужбы, все. Все это было 3 октября в 00 часов 00 минут, понимаешь, 90-го года. И дальше началось огромное-огромное прессование граждан ГДР по сравнению с гражданами ФРГ. Они тут же стали гражданами ФРГ. ФРГ считалось, ну вы же такие маленькие, мы вас сейчас научим демократии. Что случилось? Во-первых, момент, я была уволена, если посчитать за один год, практически потеряла работу из страны, где работающий человек было 8 миллионов, 2 миллиона потеряла работу. Это колоссальная цифра. Значит, была уволена вся армия, кроме солдат. А это были офицеры и так далее. То есть, как бы, куда? Как армию порочную, социалистическую, ее все выкинули на улицу, без сохранения стажа и так далее. До сих пор многие офицеры, полковники и так далее подают в суд про то, что им платят какую-то минимальную пенсию, хотя они, как, в общем-то, люди, отслужившие свой срок, обязаны получать хорошую пенсию. Они не получают пенсию, как, например, армия ФРГ. Они были выкинуты. Полиция была выкинута. Все пришло... Это все неправильная полиция. Значит, выкинуто было... Я разговаривала с послом ГДР в Швеции. В один день весь МИД получил письмо. Все свободные, всем спасибо, все свободные, понимаешь? Да. Все не были увольны в один момент. Юристы, как не знающие системы, значит, новых законов, были тоже вычищены сразу под... Просто под откос, потому что вошла новая система с новыми законами, и юристы тоже потеряли работу. Дальше началась ФРГ, в которой самой никогда не происходило никаких чисток. Там приспокойно доживали нацисты всех времен и народов до благополучной старости. Вдруг объявил, что сейчас начнется зачистка и люстрация в ГДР. Началась жесткая, совершенно беспощадная чистка, вплоть до учителей истории. Выгоняли всех. Выгоняли учителей истории неправильные, учителей литературы. В университетах, в главном университете имени Гумбольта было в один день уволено 4 факультета, если не ошибаюсь, юридические, значит, педагогические, исторические и, по-моему, даже экономические. То есть все гуманистические науки, все образование, все оно было выкинуто сразу. Они считались неправильными, не идеологически невыведенными, несоответствующими линии ФРГ, соответственно, их просто всех уволили. Те, кто был старый, уже ближе к пенсии, досрочно отправили на пенсию. Это была катастрофа. Учителей, директоров школ, всех поувольняли. Они все были тоже неправильные, потому что они все обречены партии. А члены коммунистической партии должны быть уволены немедленно. Учителей в школах тоже начали зачищать, либо говорить, что вы меняете программу. Учебники все меняются в один день. То есть то, чему вы учили детей вчера, уже недействительно. Все в один день, можете представить ситуацию. То есть у них все произошло настолько сконцентрировано и быстро, что трагедия совершилась в один год. Уже через год немцы ГДР подняли страшный крик о том, что с нами сделали. Даша, ты говорила о том, что одномоментно с 3 октября 1990 года произошло то, на что жители ГДР никак не могли рассчитывать. Это и экономические процессы, и политические. А главное увольнение почти двух миллионов человек. У меня вопрос возникает сразу. Мы знаем, Германия славится своим отношением к людям, которые остались без работы. Их поддерживают, выплачивают пособия, их пытаются трудоустроить. А вот что происходило с жителями ГДР? Вот что происходило? Они лишались работы. И дальше что? Они были выброшены на улицу? Да, они были выброшены на улицу. Пособия были минимальными. Жить на них было невозможно, потому что в один момент все цены в магазинах оказались западно-германскими. Более того, немцы провели такую реформу. Западная Германия провела денежную реформу. На начале это звучало красиво. Одна марка на одну марку. Потом выяснилось, что на самом деле обмен происходил только, например, 4 тысячи марок можно было поменять. А все остальные нужно уже менять по курсу один к двум. По предприятиям вообще. Подприятия. В чем был смысл? Мгновенно уничтожить промышленность этой страны. Почему? Казалось бы, немцы там и немцы тут. Зачем промышленность этой страны? Да, единая страна, единая промышленность. Все, что капитализм не выбирает. Сразу же, как будто над недалекими людьми, над какими-то убогими, сирыми, их назвали наивными, глупыми, восточными немцами, ФРГ, пользуясь правом сильного, установила так называемое управление по опеке. Или по опеке, как правильно? По опеке. По опеке, да. По опеке. Знаешь, что такое? Надо целой страной установить управление по опеке, как будто ты неразумный, умалишенный или находишься в психбольнице. Чем занималось управление по опеке? Им дан был приказ в кратчайший срок немедленно приватизировать все, что есть в Восточной Германии, в ГДР. Все предприятия, все, что существует, нужно приватизировать и продать. А теперь зададим простым вопросом. Кто были жители ГДР? Это были люди, которые получали зарплату. Они жили неплохо. Конечно. Да. Но у них не было капиталов. Ну, правильно. Это как во времена Советского Союза. Да. Но какие у нас были деньги? Какие капиталы? Да. А зарплаты? Да, зарплаты. Конечно. И вот тебе представь, что все производство объявляется приватизацией. Могут восточные немцы купить у себя что-нибудь? Конечно, нет. Потому у них нет денег. Мы это все в 90-е проходили. И вот эти бумажные ваучеры, которые нам давали. Там даже не было бумажных ваучеров. Им даже ваучеров не было. Там просто сказали, у кого есть деньги, тот покупает предприятие. И вся западная Германия, 85% производств западной, восточной Германии было куплено западными немцами. 10% приобрели иностранцы. И только 5% каким-то чудом попало в руки восточных немцев. Слышишь, что такое тебе? Ну, реально, восточные немцы говорят, нас ограбили. Что ты говоришь? Нас ограбили, да. Для чего они покупали предприятие? Для того, чтобы закрыть и обанкротить, как у нас сделали в советское время, и убить конкурента. Зачем, не знаю, тому же Volkswagen иметь фабрику машин? Помнишь, были такие немецкие машинки, Трабант и так далее, вот эти вот забавные. На самом деле их можно было трансформировать, потому что они были страшненькие, неказистые, но они были надежные. Это предприятие было убито в течение года. То есть огромное предприятие, которое пускало немецкие машины. Его купили, тоже обанкротили, скажут, что вообще тут нет смысла. Более того, как еще обанкротили предприятие? Значит, у них же была, у каждого предприятия был свой доход в марках. Им сказали, что ваши капиталы, предприятие это государственные предприятия, будут обмениться в марках один к двум. То есть ты сразу теряешь в два раза свои капиталы. А вот задолженность остается один к одному. Вы слушаете запись программы. Потом мы можем отдать кредит, кредит давать никто не хотел. Долго не давали, не давали до тех пор, пока это все не рухнуло к чертой матери, пока все не обанкротилось само собой. Никто ничего покупать не хотел. И, значит, люди выгнаны с работ. Началась дикая депрессия, потому что все произошло ровно в год. Далее, огромным шоком для всех ГДРовцев. Вдруг оказалось, что женщины не могут работать. Почему? Потому что в ГДР была совершенно великолепная система образования, которую, кстати, потом у себя переняла Финляндия. И была великолепная система школ, и, главное, дошкольного не образования, скажем так, а воспитания. Почти все восточные немецкие женщины работали в отличие от западно-немецких. Потому что там не было системы детских садов вообще. Если они были, они были платные, на несколько часов, очень дорого. Мало кто мог себе позволить няню. Поэтому, как получалось? Женщина получает образование, рожает. И что? До школы-то фактически вынуждены сидеть с ребенком. Потому что твоя торопата не будет покрывать расходы за то, чтобы следить за этим ребенком. Считай, прошло 6 лет, ты ребенок пошел в школу, ты уже потерял и техническую квалификацию, профессиональную, и у тебя нет... В общем, все понятно. В ГДР все было наоборот. Все женщины работали. Более того, для восточных немцев был крайне важен статус, что ты работающая женщина. И для них было шоком, что теперь они не могут работать, потому что некому свежать детей. Никто не берет на себя свежание детей. То есть получается, что ясли и детские садики... И стали закрывать. Закрылись... Те, которые остались, они все стали все-таки оплатным. А у людей нет денег, они не готовы к этому. Мужчины потеряли работу, ушли в запой. Реально совершенно. Там очень много было... Это большая проблема была в случае Германии, потому что для немецкого мужчины, кормильцы и работяги, вдруг превратится в ничто безработного мужика, которому уже немало лет, например, уже как минимум за 35, да? Это вдруг никто. Это была огромная трагедия. Особенно для немцев, которые действительно на них работают, это все. Естественно, что 2 миллиона человек упокинуло восточную Германию, уехало на запад в поисках работы. Что не вызвало восторга у западной Германии, потому что и там-то уже были проблемы 9% безработицы. А когда тут приезжают 2 миллиона с востока и создавали... По-немецки, между прочим, языкового барьера нет. Практически жители той же самой страны абсолютно, да. Естественно, что они пришли тоже в ярость, потому что и так борьба за работу. А тут еще приезжают восточные немцы, которые требуют себе это уже место под солнцем и так далее. И фактически восточная Германия резко в один момент потеряла 2 миллиона безработных, даже 2,5 уже называют через 2 года, плюс, значит, полное крушение всей собственности. Все чиновники в один момент заменили всех чиновников. Мы с вами говорили о потерявших работу, дипломатах, юристах, армия, полиция и так далее. Началась чистка учителя, профессора, университетские. То есть вся интеллигенция была фактически зачищена. Потому что она считалась идеологически неверной, неправильной. Но самое, что было еще жестокое, вся бюрократия была зачищена, все чиновники были заменены. Все чиновники в один момент потеряли работу. Считалось, опять же, что не могут правильно управлять, и поэтому на место, на все теплые места приехали западные немцы. До сих пор, например, в Лейпциге официально 70% всех теплых бюрократических мест занимают западные немцы. И это практически по всей Восточной Германии. Они считали, что раз теперь все законы ФРГ, то люди из ГДР не могут управлять сами собой. А значит, нужно предстать бюрократов, целую армию бюрократов, которая будет правильно ими управлять. То есть эти же, представьте себе, что выгнанных чиновников, очень профессиональных людей, которые знали свою местность, свою работу, они были все увольны тоже. И причем у них уже не было шансов найти работу. Нашли работу только технари, только люди, которые умели технические способности. Все, кто обладал гуманитарными способностями, все, кто знал языки, все, кто управлял производством, ну, вместо того, что управлялся с точки зрения какой-то там... Ну, менеджмента. Менеджмент такой. Они были все, они были не нужны даже и на Западе. То есть ты приедешь сюда, ты там тоже не найдешь работу. Это был колоссальный, страшный кризис вплоть до бунтов, социальных бунтов. И тогда ФРГ ввело так называемый налог 5,5%. Налог на солидарность он называется. Западные немцы, да, ну, стали сдирать со всех западных немцев деньги, отчего-то ей тоже не были счастливы, чтобы хоть как-то помочь, пытаться, значит, сделать... Да, все рухнуло, восстановить какую-то инфраструктуру, значит, в ГДР. Он до сих пор, кстати, существует. Это не правда, что в Патии только западные немцы, в чем западные немцы уверены, его Патии восточные. Но теперь его посылают на какую-то... Это налог использует под любые нужды. Он так называет налогу солидарность, а там уж куда нужно государство его направит, туда его и направляют. Что, опять же, не добавило большой любви между западными немцами и восточными. Восточные сказали, вы нас ограбили, а западные сказали, а вы нас, знаете, пограбите, потому что забираете у нас налог 5,5%. Вообще, вы лентяи, вы гады, там, вы не умеете работать и так далее. Но худшее всего, что произошло, это, конечно, было изменить идеологию. Даша, ну, мы начали говорить о том, что экономически это были абсолютно разные страны, и ментально это были две разные страны, и политически это были две разные страны, которых вот так насильственно объединили в одно государство. Нет, не, которую одна страна поглотила, другую. Поглотила, да. Отклюз, да. Мы уже говорили о том, что более 2,5 миллиона человек немедленно потеряло работу, как были зачищены, проводилась чистка всех, значит, бывших коммунистов, любых людей, которые симпатизировали коммунистической партии. Еще такой момент произошел, значит, была продана вся собственность ГДР, и она попала в руки, 85% в руки западных немцев, а 10% в руки иностранцев. То есть восточные немцы потеряли полностью свою собственность. Еще такой возник момент по поводу собственности, я вот о нем расскажу. Внезапно объявились миллионы владельцев, претендентов на собственность ГДР, родственников, так называемых. И тут произошло то, о чем просили мы, немцы просили, и наши дипломаты просили Горбачева о том, что давайте мы оговорим условия, что они будут соединяться, чтобы не было претензий к маленькой ГДР, которую просто задавят. И когда Горбачев сказал, что это немецкое дело пусть сами решают, дальше мгновенно после слияния двух стран явились родственники. Как это выглядело? Вот представь себе. 1945 год, полностью разрушенная восточная Германия, куда более разрушенная, чем западная. Вот человечек, у него есть дом и земля остался. Дома нет разруха, да. Вот он этот дом, сколько там, Германия варзина, больше 45 лет, он и его дети продолжали строить, поднялись в руин, там, в общем, все по досочке, все по всему. Этот дом снова восстановили, дом своих предков. Но у них в Западной Германии где-то остались родственники. Например, там, кто уехал? Остались уже, конечно, первое поколение уже умерло или старое. Остались кузены. Вот все эти кузены, значит, дети, сестеры, братьев тех владельцев домов, немедленно явились в ГДР. До этого они слали посылочки, до этого они слали открытки к Рождеству, значит, между двумя Германиями. А тут они приехали и сказали, а это наша земля, это наш дом. Прошло 45 лет. Они не вложили ни копейки в этот дом, который был создан, воссоздан из руин. Там уже выросло две семьи, там два поколения. И что тебе сделать? Значит, и они сказали, а нам плевать по закону, ты нам давай, либо ты нам выплати стоимость нашего дома. А откуда у человека из ГДР, который жил зарпадой, зарпадой, такие огромные деньги, что выплатить, например, две трети своего дома вдруг неожиданно явившимся родственникам? Они говорят, ах, ты не можешь выплатить? Давай выставляй быстро новые аукционы, быстро продавай дом, мы заберем свою часть, и ты живи как хочешь. Это была колоссальная трагедия для тысячи, тысяч людей, которые пострадали от своей такой новой родни. Хотя по закону можно было и это бы говорить, уже не предъявлять претензии спустя 45 лет. Ну и, наверное, не только от новой родни, потому что вот в свое время в Эстонии я наблюдала, когда был вот этот же болезненный процесс перехода от стилистической республики к самостоятельной стране, я видела, как, ну это довольно часто встречающаяся история, как неожиданно приезжали люди, которые говорили, а это моя недвижимость. А в ГДР, давай представим себе, разрушенная страна, люди живут там, где, да, действительно, может быть, это и не их недвижимость, но они ее восстанавливают. Нет, это была их, но просто часть родственников осталась в другом. А даже если это не их, понимаешь, вот стоит незанятая квартира, люди туда заселяются. Они с нуля все сделали, да, они с нуля все сделали. Совершенно верно, и вдруг приезжает человек, который говорит, извините, да, моя бабушка жила именно в этой квартире, это наша недвижимость, и все. Да, да, и государство стоит и все старое. Да, конечно. Кто победил, тот и стоит на его сторону. А ГДР проиграла. И вот миллионы этих людей пострадали в этой, до сих пор идут эти споры о том, кому что понадлежит. Плюс не надо забывать, что многих Америки спроприровали землю в ГДР, потому что это были бывшие нацисты, которые бежали. И, кстати, они нашли хороший приют в Западной Германии. А вот уже их дети вернулись и сказали, минуточку, это наша земля. И теперь по новым законам это наша земля. То есть их не только полностью уничтожили, разорили собственность экономики ГДР, так еще и личную собственность людей поставили под сомнение. И начались многочисленные суды, разборки, выплаты, нищета, выгоняние из домов. В общем, с ГДР происходила действительно реальная трагедия. Вы слушаете запись программы. В общем, можно сказать, что ГДР осталось разоренной, с рухнувшей экономикой в ту пору, с двумя с половиной миллионами безработных, два миллиона человек выехало из ГДР, чтобы найти работу, разрушенные семьи, разрушенные... В общем, это была огромная трагедия. Дальше пошло идеологическое наступление. Очень хитрое. Хотя все быстро забыли о том, что именно ГДРовское население прорвалось их путь к свободе. Это они открыли стену, это они разрушили стену. Это они как бы говорили, что свобода, равенство, братство, мы единый народ и так далее. Дальше произошел такой хитрый процесс. Если у Западной Германии... Значит, в Западной Германии активно была подхвачена тема, которую разрабатывали американцы, которые, как ты помнишь, стали переравнять социализм и коммунизм к фашизму, чего неуспешно добились, например, восприятия Западной Европы. Стали говорить «сталинизм-социализм-фашизм-нацизм». Совершенно никак не соответствуют ни по понятиям, не говоря о том, что уже, благодаря сталинизму, побежден фашизм в той же Западной Европе. Они это пытались переравнять. Дальше они говорили «у нас антифашизм в Западной Германии, это значит антикоммунизм». Ты видишь, как уже коммунисты освободили Западную и Восточную Европу от фашизма, но при этом стали назвать теперь, что антифашизм – это антикоммунизм. То есть все понятия были перевернуты с ног на голову. Вот тебе представь, вначале к ГДРСам, пока это была отдельная страна, защищенная сзади могучий СССР, то считалось, что бедных-бедных ГДРСов надо жалеть, потому что они бедные живут в тоталитарном режиме, очень их жалко, это жертвы. Как только ГДРС было захвачено, аннексировано Западной Германией, то всех этих восточных немцев обвинили в пособничестве фашистской, по их понятию, идеологии коммунизма. То есть они это приравняли. Отсюда пошли эти, как я тебе рассказывала, зачистки всех идеологически неправильных людей, все, кто был связан с Коммунистической партией, практически очень много людей был связан с Коммунистической партией, с Ковсомомом, со Штази и так далее. Штази была просто контрразведка. Пошла демонизация Штази. Штази – это было вообще просто. Во всех романах той поры, когда еще там «Шпион», который пришел с хода, знаменитый роман и так далее. Штази выставляется чуть ли не дьяволом. Это было нормально, что Циру не дьявол в этом случае. Штази выставлялась просто как демонизация, это что-то страшное. Значит, все, кто служил в армии, тоже оказались причастны. То есть вдруг они из жертв превратились неожиданно в виновных во всем. То есть, с одной стороны, Западная Германия переложила вину за фашизм на восточную Германию и сказала, что это они во всем виноваты, проклятые прусаки, которые, значит, там всю жизнь, а мы тут вообще ни при чем. Ну, там, да, были как-то при чем, но вот посмотрите, мы-то победили, вот, значит, фашизм, а эти ударились в коммунизм, а коммунизм – это тот же фашизм. Значит, они все виноваты. И вдруг ГДРцам пришлось, восточным немцам неожиданно пришлось оправдываться за все. Они не понимали, за что они оправдываются. Они жили в статистическом строе, это первое статистическое государство на Нью-Йоркской земле, как они ее называли. Они вдруг это начали ценить немедленно через год, про то, что у них очень быстро, ты знаешь, все произошло. Что у них были бесплатные школы, бесплатные детсады, гарантия работы, гарантия пенсии, гарантия, значит, отдыха каждый год, причем в хороших условиях, хорошие дома, значит, там, все-все. И вдруг это оказалось все по запросу, все уничтожено. И еще плюс к этому их говорят. Вы неправильные, вы, значит, бывшие проклятые коммунисты, вас надо перевоспитывать, значит, и вообще отправлять в тюрьму. Я даже знаю людей, которые сели в тюрьме, например, в это время, там, по разным своим убеждениям, потом выпускали, как тот же Хоникер, например, да, их обвиняли в чем? В том, что они жили при другом строе. То есть это уже поставило «да». Плюс они говорили, что вы идиоты, как вы могли, значит, подчиниться этой ситуации. В результате Западная Германия не только провела аншлюз в Восточной Германии, не только уничтожила ее экономику, не только разорила и принизила ее жителей, но она еще превратила их в идеологически неверных, неправильных, и людей, которых следует наказать за то, что они жили такой порочной социалистической жизнью, которая всячески сейчас показывает, как пример того, что во всех музеях ГДР их очень много, на территории России Германии, посмотрите, как эти идиоты раньше жили. Вот теперь мы пришли и освободили их от ужасного тоталитарного прошлого. Даша, у нас остается буквально меньше минуты. Скажи, пожалуйста, сейчас вот то, что происходило в 90-е, немножко стерто или эти проблемы остаются? Это уже тема, как бы для другого разговора. Остается Берлинская стена, в мозгах у людей это абсолютно верно, и фактически Германия разделена на две части. Довольно в грубых терминах это называется «Осси» и «Весси». «Осси» – это восточные немцы, «Весси» – это западные немцы, и, как они все говорят, что Берлинская стена пока еще незримо стоит. Субтитры создавал DimaTorzok